Слышно, скажите, пожалуйста. Хорошо слышно? Хорошо. Рада. Очень рада. Итак, с вами опять я, Цисарь Ирина, специалист Киевского городского центра социальных служб для молодежи. Итак, говорим. Я хочу вам напомнить, дорогие коллеги, что вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр знаний». Реализует проект Украинский институт социальных исследований имени Александра Еременко в сотрудничестве с Международным благотворительным фондом «Спид Восток-Запад» и при технической поддержке представительства детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». Спасибо им большое, потому что я сама не только провожу вебинары, но и активный участник. Наши коллеги в прошлый раз проводила вебинары. Я была в коммунировке в Одессе, и я там умудрилась поучаствовать в вебинаре. Я хочу еще обратить ваше внимание на то, что если вы хотите попасть на следующие вебинары, то заходите, пожалуйста, на сайт Института социальных исследований, на сайт «Центра знаний», и вы увидите, какие вебинары будут проводиться еще. И также в Фейсбуке. В Фейсбуке есть анонсы всех наших вебинаров. Я специально вам, вот смотрите, какой сладочек красивенький, специально вам дала все телефоны, все электронные адреса, ссылки на представительство детского фонда «ЮНИСЕФ», на Украинский институт социальных исследований, на фонд «Спид Восток-Запад», потому что там очень много хорошего материала собрано, который может пригодиться вам в работе. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь. Видите, какие люди счастливы, потому что они заходят и пользуются материалами. Мы с коллегами тоже пользуемся. Итак, почему же мы с вами будем говорить о необходимости проведения просветительской работы по половому просвещению среди молодежи? Ну, мы все знаем, что репродуктивное здоровье определяет возможности формирования дальнейшего экономического, социального, научного, культурного потенциала страны и здоровья будущих поколений. Хорошо, мы это все знаем. А где доказательства, скажут скептики? Почему мы должны заниматься просветительской работой среди молодежи, особенно по половому просвещению? Ну, потому что у нас есть цифры, у нас есть данные. Украина с 2002 года является участником международного исследовательского проекта «Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи». И в каждой стране определены ведущие научные учреждения, осуществляющие вопрос в Украине. Это Украинский институт социальных исследований имени Александра Илья Ременко. И на сегодня в нашей стране проведено 4 волны опроса. Это стало возможным при поддержке главного партнера представительства детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине. Так вот, в 2014 году было опрошено 11 390 человек. И что же мы увидели? А увидели мы то, что по результатам опроса к 2017 годам практически опыт половой жизни признали более чем каждый второй парень, 54,9%, и каждая третья девушка, 33,9%. Почти две трети тех, кто имел опыт половой жизни, указали возрастом сексуального дебюта 15 лет, 16 лет и старше. Почему эти цифры настораживают и беспокоят? Потому что на прошлом вебинаре, и просто вы это все знаете, я хочу вам еще раз напомнить, Украина одна из ведущих стран в Европе по распространению ВИЧ-инфекции. И если до 2010 года, 2009 ведущий путь инфицирования ВИЧ-инфекции был, мы знаем, через кровь, то сейчас половой. И это очень прискорбно. И вот дальше. Хотя большинство, 73,1% сообщило о применении презерватива при последнем половом акте, большая часть юных женщин практикуют рискованный половой акт во всех возрастных группах доля девушек, которые имели незащищенный презервативом контакта, оказалось больше, чем среди мужчин. Ну и есть еще другие цифры. Более детально вы можете ознакомиться, вот я вам дала ссылочку, международный исследовательский проект «Здоровье и поведенческие ориентации молодежи 2014 год», серия из 10 буклетов, буклет 6. Вот здесь как раз в этом 6 буклете вы можете более детально ознакомиться с цифрами опроса, что касается полового воспитания молодежи. Значит, даже хотя бы мы чуть-чуть посмотрели на эти цифры, мы видим, что сегодня остается актуальным проведение просветительской работы в учреждениях среди подростков и молодежи по воспитанию ответственного отношения к своему здоровью, повышения уровня знаний относительно защиты от инфицирования ВИЧ и полового просвещения. Наш главный месседж вообще не просто дать знания, вот как ВИЧ передается, а вот что и болезни, передающиеся половым путем, ай-яй-яй, это плохо, ля-ля-ля-ля-ля, такая-то статистика, ну и что. Наша задача – воспитать молодежи, ну даже вложить им в голову такое понятие, что каждый сам лично несет ответственность за свое здоровье, за свое репродуктивное здоровье, за свое половое здоровье, за свою половую культуру. Каждый должен знать, как защитить себя самому. Никто не будет отвечать за свое здоровье. Не твой партнер, ни родители не обязаны отвечать за свое здоровье, ни школа. Не надо ни на кого выкладывать эти свои обязанности. Ты сам отвечаешь за свое здоровье. Вот это вот ответственное отношение к своему здоровью. И, в общем-то, об этом где-то уже говорится лет десять. Я специально приготовила вам несколько слайдов, которые касаются основных понятий. Мы, конечно, знакомы с этими основными понятиями, но просто всегда хочется вспомнить, повторить, что такое пол, чтобы потом мы могли спокойно на эту тему говорить. Что такое гендер? Оказывается, пол и гендер – это совершенно разные понятия. Пол – это системная совокупность анатомо-физиологических особенностей, отличающих мужчину от женщины, а гендер – это социальный пол, социальные роли и понятия сферы деятельности мужчин и женщин. И они не зависят от биологических половых различий. Понятно, да? Вспомнили? Молодцы. Так, основные понятия – подростки. Что такие подростки? Какой это возраст? Соглас... Вообще, по относительным подросткам, много разных мнений. Медики имеют свои цифры, педагоги – свои цифры, но согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения, подростки – это люди в возрасте от 10 до 19 лет, молодежь – люди от 15 до 24 лет, а молодые люди – лица в возрасте от 10 до 24 лет. Да, это классификация Всемирной Организации Здравоохранения. Но я всегда говорю о том, что нам нужно так разговаривать с молодежью, короче, простым языком, чтобы было понятно, например, пятилетнему Коле или шестилетней Насте. Так вот, как это просто можно сказать? А просто можно сказать, что подростки – это люди второго десятилетия жизни. Вот, начиная с 10 лет – это подростки. Вот, здесь более детально потом вы можете в слайде ознакомиться, вспомнить опять определение, что такое подростковый возраст, что такое пубертатный период или период полового созревания – это время, когда в физическом состоянии подростка происходят резкие изменения. В частности, рывок роста, формируются вторично-половые признаки, у девочек появляется менструация, у мальчиков способность к эякуляции. Вот, кроме этого, этот период характеризуется важным изменением психики. И некоторые полагают, что половая зрелость развивается за ночь. Как выразился один школьник, он сказал так, «Однажды утром вы просыпаетесь с плечами». На самом деле, процесс полового созревания длительный, длится несколько лет, около 6 лет, и мы вот более детально поговорим с вами чуть позже о тех физических изменениях, которые происходят в организме ребёнка, нашего подростка. Поговорим. Итак, сейчас я хочу перейти на несколько другую страничку. Сейчас я немножко полистаю, подождите секундочку. Меня очень интересует... Ай, момент. Вот. Вот такой у нас есть слайдик. Половое просвещение, половое воспитание и сексуальное воспитание. Прежде чем мы с вами будем дальше говорить по нашей презентации, я хотела бы вас спросить. Вот прикройте глаза и скажите, пожалуйста, вот какие ассоциации у вас возникают со словом «подросток»? Вот первое, просто. Вот какие ассоциации? Я жду ассоциации. Ну вот есть ассоциации. Девушка с горящими глазами. Бунтарь. Отлично, спасибо. Еще какие ассоциации со словом «подросток»? Еще маленький. Ха-ха. Отлично. Еще. Елена, спасибо. Спасибо. Бунтарь. Еще маленький. Девушка с горящими глазами. Свобода. Ну, неконтролируемый. Отлично. Спасибо. Экспрессия. Время все попробовать, Анна. Спасибо. Проблемы, Ирина. Спасибо. Мы видим, и время все попробовать, и экспрессия, и неконтролируемый, и еще маленький, и еще буртарь. Недостаток подросткового возраста. Это все недостатки подросткового возраста. Но, как говорится, с возрастом все это проходит. О, никто его не понимает. Отлично. И вот, изглядя из этого, трудный возраст. Обидчивость, агрессивность. Ольга, спасибо. Исходя из этого, мы понимаем, что подростковый возраст должен выходить в отдельную категорию. Мы говорили о том, что подросток это условно 12-18 лет. Но бывают люди и раньше развиваются, бывают некоторые и позже. Он еще в 18 лет сидит, там играет всякие войнушки по компьютерчику, а потом в 20 раздуплился. Наступил у него подростковый возраст. А некоторые есть... О, носит по возрастам. Да, отлично. Спасибо. Характеристика подростка. А некоторые есть развиваются раньше. Но это все равно где-то в общем это второе десятилетие жизни. И я вот хочу обратить ваше внимание на то, что подростковый возраст нельзя рассматривать единым конгломератом. Ни в коем случае. Это очень мощная целевая группа, которую нужно сегментировать. Сегментировать, потому что в каждом возрасте свои определенные изменения происходят. Своя психика, вот Наташа написала неустойчивая психика, свое поведение, свое восприятие. И сегментируем мы нашу работу с подростками где-то для осуществления полового просвещения. Я сейчас вернусь к тому, что такое половое просвещение. Где-то 10-12 лет подростки, с которыми мы работаем, 12-15 и 15-18. И все, что мы пишем, создаем, готовим занятия, лекции, видео, лектории, какие-то буклеты, плакаты, акции, мы должны сегментировать. Вот это мы занимаемся с детьми, подростками 10-12 лет, это с 12-15, а это с 15-18. Потому что продавцовый образ вообще, если вообще с ними общаться, то это просто, ну представьте себе, выходишь на крышу самого большого здания в городе Киеве и кричишь в пустоту инфекции, передающимися половыми путями, это плохо, 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 плохо. Эхо раздается, но ничего не происходит, потому что вас никто не услышал. Вас никто не услышал. А для того, чтобы вас услышали, нужно сегментировать. А теперь возвращаемся к нашему вот этому слайду. Половое просвещение, половое воспитание. Половое просвещение, половое воспитание и сексуальное воспитание. Очень часто средства массовой информации и во многих тренинговых программах написано так, что мы будем воспитывать сексуальную культуру молодежи. Но давайте так. Как вы думаете, кто осуществляет воспитание? Вообще воспитание, не половое, а вот просто воспитание. Кто осуществляет? Это могут быть родители. Кто еще может осуществлять воспитание нашего сегментированного подростка? Общество. Отлично, спасибо, Алена. Кто еще осуществляет? Школа. Учителя. Согласна. Друзья. Согласна. Окружающая среда. Согласна. Психологи. Круг общения. Так. Круг общения. Старшие по возрасту тоже, которые окружают. Литература. Такие же подростки. Да. Так, средства массовой информации. Дмитрий, спасибо. Да. И как же сегодня наука подходит к вопросу полового воспитания? Вообще воспитание – это формирование. И правильно вы сказали, что и средства массовой информации, и круг общения, и друзья, и учителя, и психологи – все, в общем-то, потихоньку могут какие-то элементы полового воспитания. И половое воспитание, ну, нельзя отдельно выделить вообще от воспитания. Вот мы не можем говорить, что мы занимаемся половым воспитанием. Мы просто занимаемся воспитанием. А вот теперь хитренький вопросик. Как вы думаете о вашем мнении? Что такое сексуальное воспитание? Ну, что это? Сексуальное воспитание. Вот так первая мысль. Все принимается. Мы с вами сейчас набрасываем, а потом сделаем вывод. Сексуальное воспитание. Ага, вот я вижу. То, что касается самого интимного. Согласна, Алена? Еще? Как вы думаете, что такое сексуальное воспитание? Все замерли. О, понимание культуры секса. Все правильно. Все правильно. Сексуальное воспитание. Мы не можем осуществлять сексуальное воспитание. О, взаимоотношения между мужчинами и женщиной, Эллада. Сексуальность. Интересно почувствовать, что происходит во время секса. Смотрите, спасибо большое. Я с вами совершенно согласна. Сексуальное воспитание – это то, что касается самого интимного. Проявление сексуальности. Все, оно происходит подсознательно. Оно настолько, осознание понятия секс, ага, оно настолько зависит от многих факторов, и от строения тела, и от микроклимата, и вот от развития. И смотрите, вот еще обозначение понятия секс, мнение, что такое сексуальное воспитание. Смотрите, вывод такой, простым словом. Сексуальное воспитание – это самое интимное, происходит само по себе, зависит от многих факторов, присущий ребенку, то, что он впитывает из всего, из чего можно впитать, исходя из своих личных особенностей. И мы не можем осуществлять его сексуальное воспитание. Что же мы можем осуществлять, если мы не можем осуществлять сексуальное воспитание, если половое воспитание нельзя отдельно от воспитания, что же мы можем делать? Если мы придем к директору школы и скажем, о, я хочу провести несколько уроков по сексуальному воспитанию, я не уверена, что всякий директор вам позволит. А есть еще очень интересная группа родителей, которые при слове секс и сексуальное воспитание просто звереют и не разрешают детьми говорить ни на какие темы. А что же мы можем проводить? А как раз, и вот мы возвращаемся к этому понятию, половое просвещение. Половое просвещение. Еще лет 10-15 назад, когда нас учили, вот-вот-вот, конечно, я согласна, с родителями чаще всего есть проблемы в школах. Так вот смотрите, еще когда лет 10-15 назад приезжали и по грандам нас учили специалисты из Америки, из Франции, они, у них же нет, у них секс, слово секс это равно пол, у них не различаются эти слова. И пока мы адаптировались, вот, поэтому и устоялся термин в средствах массовой информации сексуальная культура. А в каком состоянии наша сексуальная культура, кстати, в каком состоянии наша сексуальная культура, наше общество? По данным наших специалистов, сексологов, психологов, психиатров, людьми, которые занимаются половым просвещением, мы переживаем остатки сексуальной революции. Во многих развитых странах она закончилась еще лет 30 назад. Но сейчас, благодаря просветительским действиям, мы выходим на более цивилизованный уровень, но нам еще все-таки это лаковато. Мы все-таки, чтобы как-то приостановить рост ВИЧ-инфекции, как бы научить наших подростков ответственно относиться к своему здоровью и ответственность брать на себя, не пихать на родителей, на школу, на воспитателей, на социальных педагогов, на просто педагогов, на классных руководителей. Ты сам ответственный за свое здоровье, и твой партнер не ответственный за свое здоровье. И мы можем с вами осуществлять половое просвещение. Вот мы разобрались. Значит, поэтому я и дальше буду пользоваться таким термином, как половое просвещение. Теперь я хочу вернуться назад. О, отлично. К начальным нашим слайдам. Это основные понятия подростки. Подростковый возраст. Общие закономерности роста и развития подростка. Вы там потом сможете в слайде почитать. Я еще раз хочу сакцентировать ваше внимание на то, что подростковый возраст нельзя рассматривать единым конгломератом. Мы, когда будем работать с подростком, все равно мы их сегментируем на 10-12, 12-15 и 15-18. И вот я приготовила вам несколько таблиц. Вы потом тоже детально их посмотрите. Я сейчас не буду на них останавливаться. Там, в общем-то, все очень хорошо написано. Развитие в раннем подростковом возрасте 10-13 лет. Развитие в старшем подростковом возрасте 13-17 лет. Здесь и физическое, и половое, и психосексуальное, и психическое, и социальное развитие. И развитие в старшем подростковом возрасте 17-19 лет. Это, когда вы детально ознакомитесь с этими слайдами, вам тогда будет более понятно, почему мы сегментируем. Почему мы с подростками разного возраста по-разному говорим. Вот вы мне сейчас сказали, когда у вас были ассоциации со словом подросток, и накидали такие хорошие слова в свои понятия. Бунтарь, свобода, неконтролируемая экспрессия, проблема, море по колено, коры по плечу, суперлюбовь, спасибо. Никто его не понимает, трудный возраст, обидчивость, агрессивность. Носит по возрастам неустойчивая психика. Что-то с ним происходит такое. Это же страшное дело, а вы вспомните себя. Это вообще что-то с чем-то. То настроение хорошее, то настроение плохое. Ставишь чашку, куда ты всегда ставил, на полочку. Бах! Почему-то чашка мимо полки, ты во все углы врезаешься, у тебя кругом синяки. То всех любишь, то всех раздражает. Поэтому я очень хочу с вами поделиться, я просто не могу с вами не поделиться информацией, почему же вот эти все слова, что вы сейчас накидали, подходят подростку. Что же с ним происходит? Что происходит чисто с его физиологией? Это вам даст возможность понять, почему подростковый возраст выделяется в отдельную категорию. И это не случайно. На уровне физиологии в организме подростка происходит, это психологические особенности, эмоциональную сферу вы тоже ознакомитесь, потом посмотрите. Хорошо. На уровне физиологии происходит просто колоссальное изменение. И пока эти изменения есть, вот это и будет подростковый возраст. Вот только начались изменения на уровне физиологии, начался подростковый возраст. Закончились изменения на уровне физиологии, подростковый возраст закончился. Он начинается тогда, когда начинается половое созревание, и заканчивается тогда, когда это половое созревание заканчивается. Я вот вам уже говорила, еще раз хочу, коллеги, напомнить, что есть люди, дети, которые 8 лет развиваются рано, и для кого-то это уже подростковый возраст, кто-то 18 лет, а может и позже. А биологический возраст длится до 24 лет, еще организм растет, но это тоже нужно помнить. Значит, подростковый возраст обусловлен такими гормональными изменениями, что мы его вынуждены выделять в отдельную категорию. Потому что эти наши любимые гормоны начинают бить по всем органам, системам, и настолько они бьют по всем органам, системам, что, ну, можно сказать такими словами, гормоны еще не нашли себя. И какие же это гормоны? Ну, их, конечно, много, но я вам такие скажу о самых-самых главных, которые действуют на подростка. Значит, окситоцин. Знаете, это гормон? Это гормон чего? Быстренько, вот кто первый? Тома-бонус-приз. Гормон окситоцин. Гормон чего? Если много окситоцина у человека, то человек что? Люди. Ау. Так. Много радости? Расслабленный? А еще созревание. О, созревание, радости, расслабленный. Хорошо подходит. А таким общим словом что можно сказать? Если много у человека окситоцина. Окситоцин, запомните, это гормон любви. И когда его достаточно, вот то, что вы сказали, человек радостный, Юля, спасибо, расслабленный, Дмитрий, спасибо. Любовь, любовь созревает. Мы всех любим, мы всем улыбаемся, мы любим весь мир. А когда его мало? А когда его мало, мы никого не любим, это наши ершистые подростки. А я же вам сказала, в подростковом возрасте гормоны еще не нашли себя. И получается, его много, мы всех любим. Тут гормоны бах, уровень гормонов упал, его мало. И мы уже, сами не понимаем почему, но мы уже никого не любим. Отойдите, не трогайте меня, закрываемся в своей комнате, не входите в мою дверь без стука и так дальше. Так вот, гормон окситоцин есть и у мальчика, и у девочек. Второй гормон. Ведущий в подростковом возрасте. Может быть, кто-то знает? Тестостерон. Есть и он у мальчиков, и у девочек. У мальчиков тестостерон отвечает за влечение. За половое отвлечение. У девочек тоже есть. Дмитрий, спасибо. И когда его много, возникает что? Агрессия. И когда его много, развивается что в подростковом возрасте? Мы можем так сказать, относительно сексуальности подростки, что? Гиперсексуальные. У них гормон еще ищет себя, тестостерона много, и вот эта вот подростковая гиперсексуальность. Хорошо ли это? Плохо. Или плохо? Ну, это данность. Это данность. Угу. Это данность. И упал уровень гормонов. Депрессия. Эмоциональная нестабильность. Поднялась. Любовь. Хорошее настроение. И знаете, вот что? Вот как кардиограмма. Представьте себе все кардиограммы, когда там пик, внизу пала пик, внизу пала пик, внизу пала. Вот точно так же у подростков. Вот этот всплеск и нестабильность гормонов. И вот поэтому у нас и перепады настроения, и все остальное. Значит так. Физиологию никуда не денешь. Кстати, у мальчиков, почему вот подростки становятся неуправляемы? Мальчики, девочки, там всплеск гормонов, много тестостерона, становятся неуправляемы. Я хочу, почему я на это обратила внимание, что вот эта нестабильность гормонов, тестостерон там много, агрессивный, неуправляемый и так далее, и так далее. И мы должны это учитывать при нашей работе с подростками. Задачи нашего, нас как взрослых, и особенно тех людей, которые будут осуществлять половое просвещение, это учитывать. Когда такая ситуация, когда нестабильная, когда гормон ищет себя, когда нестабильно все это, когда скачки гормонов, здесь не сработает метод. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, почему ты бегаешь, остановись, как же ты мне надоел, какой же ты такой, все дети как дети, а ты непонятно что, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ничего здесь не работает. Единственный метод, который работает в подростковом возрасте, когда гормон ищет себя, когда скачки к гормону, как вы думаете, какой? Очень простой метод, переключение. Покопать, посадить дерево, пойти в душ, переключиться, схватить гитару, спеть песню, выбраться на какую-то высотку, подняться в горы, сходить в поход. Переключение. И очень многие педагоги бывают в школах, вызывают мальчика к доске, боже мой, отличненько, он всегда нормально выходил к доске, всегда нормально отвечал. Тут он еще покраснел, посинел, говорит, не пойду к доске, а вот не пойду еще. И неграмотный специалист, который не знает физиологических особенностей, что гормон ищет себя, может настаивать на том, ах ты такой сякой, выйди из класса, вызвать родителей, оставьте его в покое. У него может быть сейчас скачок гормонов такой, он просто не может выйти к доске, потому что нежелательно ему выходить к доске. Так, хорошо. Также участвуют еще какие гормоны, которые дают вот эту нестабильность подростковому возрасту, ряд эстрогенов. Это такие женские половые гормоны, они у девочек и у мальчиков тоже есть. И вот бывают в подростковом возрасте, у мальчика, когда много эстрогенов, ну, как бы немножко увеличится грудь, но потом это все проходит, но если не проходит, это значит уже какие-то отклонения, нужно к врачу обратиться. Так вот, эстрогенов у девочек много. Есть эстрогены и прогестины. Почему я говорю эстрогены и прогестины? Потому что эстрогенов несколько, их много, прогестины тоже несколько, они разные. И вот эти гормоны делают подростка таким, каким он есть, он сам не понимает на каком он свете. Потому что у него гормоны, как я говорила, еще не нашли себя. Самое обидное, что потом это проходит, и все хорошо, все нормально, но потом, когда начинается у женщин менопауза, и у мужчин там это все, опять гормоны не могут найти себя, и опять вот такая вот дурня начинается. Но это уже потом в старшем возрасте. Значит, уровень, давайте так, вывод. Уровень гормонов только устанавливается. Кстати, по поводу девочек. Там вообще классика. У девочек, когда эстрогенов, у девочек за влечение отвечает этот гормон эстрогены. И пик этого гормона больше всего во время овуляции. Я почему об этом говорю? Потому что в это время девочка часто может уступить просьбам мальчиков в сексе именно в момент овуляции. И, понятно, залетает. А из-за того, что у нее много эстрогенов, она уступает. Сама не зная того. А потом незабланированная беременность. И вообще вот когда эстрогеновый пик, девочка становится очень сексуально привлекательной. Специалисты говорят так, эстрогеновый блеск в глазах. Она не понимает, что у нее эстрогеновый блеск в глазах, что у нее вообще-то овуляция. Ей нежелательны никакие такие незащищенные контакты. А девочки как? Красиво оденутся, красиво накрасятся и пошли прогуливаться. А потом удивляются со своим эстрогеновым блеском в глазах, почему к ним пристает. Ну а прогистины – это гормоны материнства. И если яйцеклетка оплодотворяется, они помогают вынашивать беременность. Так вот, все эти гормоны, о которых я говорила, делают наших подростков невменяемыми. И никуда мы такими, какими они есть, и никуда мы от этого не денемся. И это надо понимать. И, в общем-то, поддерживать их. Крайне токсично наша задача взрослого. Крайне токсично, тактично относиться к подросткам. Изучать их микрогруппы, микрообъединения, роль вместо семьи. Не конфликтовать, это ничего не даст. Лучше переключить его. Удовлетворить его право на состояние взрослости. И перестраивать отношения с подростком. Вот тут вот морализаторство не пройдет. Я же говорила, бла-бла-бла не проходит. Только переключения. Ну и наша задача – научить его ответственному отношению к своему здоровью, повысить уровень знания относительно защиты от инфицирования ВИЧ, и понимать, чтобы он понял, что каждый сам несет ответственность за свое здоровье. Вот смотрите, какой красивенький сладик я вам приготовила. За полтора часа просто поделиться всем, ну, просто нереально. Значит, я предлагаю вам более детально ознакомиться вообще со всеми теми изменениями, которые происходят в подростковом возрасте. Две потрясающие… Три ссылочки даю вам. Одна. Вторая – книга для участника. Это тренинг подростки группы риска к инфицированию ВИЧ. И книга для тренера. Здесь очень грамотно, очень хорошо расписано. Я и в прошлом вебинаре эту книгу… Сейчас. Рекламировала? Просто молодцы, ребята. Грамотно, очень грамотно. Здесь авторский коллектив потрясающий. Здесь найдете научно обоснованную, грамотно поданную, просто, понятно. Так что поймет пятилетний Коля, Вася. Все. И вот портал для специалистов, работающих в сфере подросткового здоровья и медицины. Тоже замечательный портал. Тоже замечательно даны все основные понятия. Пожалуйста, пользуйтесь, обращайтесь к этим ссылкам. Почему? Ну, это время сейчас такое, когда все открыто. Есть возможность. Главное только, чтобы человек учился, не боялся учиться, хотел учиться. И сколько бы человеку ни было лет, он будет всегда молодым. Если он готов дальше учиться. Теперь дальше. Специалисты по вопросам полового просвещения. Специалист от Галатсвана Елена Анатольевна, тоже хочу вас познакомить. Врач высшей категории, психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук, международный тренер по вопросам сохранения сексуального и репродуктивного здоровья. И та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дальше почитайте. Елена Анатольевна уже где-то лет 20. Она психиатр. Очень болеет и занимается половым методиками. Организацией прописывает все относительно полового просвещения молодежи. Умничка. Потрясающий тренер. Умничка. Потрясающий тренер. Пожалуйста, обращайтесь. Заходите на страничку Елены Анатольевны. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь к ней. Это один из ведущих специалистов по вопросам полового просвещения нашей страны. А теперь переходим к моему самому любимому и самому интересному. Значит, у нас еще времени. Вебинар полтора часа. В четыре мы начали. Ага, у нас еще есть 45 минут. Это очень хорошо. Ну вот опять основные понятия, что такое пол, половое развитие, психосексуальное развитие и так плавненько, плавненько, плавненько подходим к слову сексуальность. Итак, даю вам буквально пару минуточек. Жду ваших писем. Закрывайте глаза. И первое, что приходит в голову. Ассоциация со словом сексуальность. Поехали. Притяжение. Нравится. Отлично. Желанность. Красиво. Еще какие ассоциации? Жду. Супер. Супер. Отлично. Подходит. Подходит. Еще какие ассоциации с этим словом? Влечение. Эллада, спасибо. Дмитрий, спасибо. Юля, в выражительности. Отлично. Еще. Еще, 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 еще. Слово такое красивое. Опа, любовь. Молодец. В десятку. Флюиды. Ого. Любовь к себе. Это очень важно. Анна, спасибо, что обратила на это внимание. Еще есть какие-то идеи? Жду с нетерпением. Еще пару людей. Ну, хорошо. Все, что вы сказали. Желанность, нравится. Оу. Ум. Влечение. Любовь к себе. Флюиды. Это все, что внутри, снаружи, в тебе самом. Сексуальность – это все, что происходит с человеком на протяжении его жизни. Сексуальность, если сказать словами науки, это не только биологический инстинкт, но и совокупность биологических, физиологических, психологических, социальных и культуральных особенностей, которые делают одного человека привлекательным, то, что вы говорили, да? Как же наша сексуальность развивается? Вот это то, что я обязательно хотела вам донести, чтобы вы это знали, вы это понимали, вы это понимали, что происходит с вашими подростками, с которыми вы общаетесь, и вообще, что происходило и происходит с вами самими, да? А, потому что это ее любовь к себе. Итак. Сексуальность. Сексуальность начинается еще с внутриутробного развития. Пол закладывается на 7-14 неделя внутриутробного развития. Идет дифференцировка пола. Потом у нас рождается ребенок, хоть в анекдоте. Кто у вас родился? Не мальчик, а кто? И что мы должны... Ребенок родился с полом, мы четко знаем. Вот у нас родился мальчик, сыночек, или у нас родилась девочка, дочечка. И как мы должны рассуждать, как... Мы можем, вернее, рассуждать, как люди, которые осуществляют половое просвещение. Значит, первое, что мы должны знать, может, просто даже себе записать. Мы должны знать, как сексуальность форфируется, как она формируется, какие этапы происходят. И опираться на это в своей работе. Итак, как сексуальность форфируется, этапы формирования сексуальности. Ну и прежде, чем мы об этом будем говорить, давайте мы с вами посмотрим на функцию сексуальности. Вообще, зачем она нужна? Зачем сексуальность нужна? Какие ее функции? Ну, репродуктивное воспроизведение, коммуникативное общение. Кстати, сегодня очень многие не понимают, что функция сексуальности – это не только удовольствие гидроническое, а еще и общение. И что некоторые там встретились, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-яй-яй, две недели с кровати проскрепело, потом уже неинтересно, а общаться, а общаться не умеем. Так вот, умение общаться – это тоже функция сексуальности, их нужно развивать. Самоидентификация – тоже функция. Кстати, вот об этом функции самоидентификации мы более детально поговорим в следующем вебинаре, когда мы будем говорить о методике донесения информации сегментированным нашим подросткам. По половому просвещению. Сейчас мы как бы набрасываем основные понятия. Так вот, этапы формирования сексуальности. Значит, это сложный процесс. Он не сразу проходит. Их вообще три этапа формирования сексуальности. Есть различные мнения, но мне больше всего нравится вот такое. Первый этап – формирование полового самоосознания. Второй этап – формирование полуролевого поведения. И третий этап – формирование психосексуальных ориентаций. Ну, хорошо. Итак, пошли. Первый этап – формирование сексуальности. Этап – полтора года, 3-5 лет. Период полового самоосознания. Что происходит в этот период полового самоосознания? Как формируется сексуальность ребенка? Ну, ребенок начинает изучать себя. Они хотят знать, как они устроены. И отечественная сексология нам об этом говорит. И мы, как специалисты, должны это знать. Вот в этот период ребенок начинает осознавать, кто он – мальчик или девочка. Если еще, допустим, там, кто-то там до полутора лет, там еще там, ну, оно с полутора до пяти лет формируется, вот этот период полового самоосознания. Мой племянник, значит, брал маму на сумку, вешал ее на плечо и говорил, я пошла на работу. Мы все смеялись. Папа кричал, я тебе дам, пошла. Ты пошел на работу. Или же идет ребеночек по улице, бежит, такие длинные волосики, злобенькие глазки, красавчик, вообще там, такая миленькая девочка, просто прелесть. Тетенька подходит, ой, какая хорошенькая девочка, как же тебя зовут? И оно такое отвечает, и девочка, и мальчик. Ну и что, это родители длинные волосы отрастили, одели непонятно как. Но он же знает, что он мальчик. Значит, в этом возрасте, с полутора до пяти лет, ребенок должен осознать, что он мальчик или девочка. Он осознает в сравнении, ищет разницу. Он подглядывает, может подглядывать за папой, за мамой, за дедушкой, подглядывает в садике. Я, когда работала в детском саду, значит, моя группа с трех лет, я ее вела до выпуска. Значит, я тогда еще не знала этого, и потом уже узнала, и я тогда, меня это так потрясло. Но как-то я тогда грамотно нашла выход из этого положения. Захожу я в группу, я там что-то вышла, вызвали меня там куда-то, вернулась, в группе тишина, и никого нет в группе. Все в туалете. Не поняла, захожу в туалет. Девочки сидят на горшках, не на горшках, но в общем сидят на курточках в туалете, а мальчики, значит, их разглядывают. Это было что-то. И мы, взрослые, не понимаем, что они разглядывают не потому что, они делают искренне, у них нет никакой пошлости. Они просто себя изучают. Период полового самоосознания. И вот чаще всего в этом возрасте дети играют в доктора. Перед кем можно раздеться, кому можно все показать, доктору. И они себя изучают. И потом уже, когда мы проводили занятия со взрослыми, нам рассказывали тоже в детском саду, был потрясающий случай. Очень грамотная воспитательница. Она понимала, что вопросы полового просвещения можно с детского сада начинать. Ну, она там рассказывала, что девочки отличаются от мальчиков, как отличаются девочки, как мы, как отличаются мальчики. И она, ну, для них гениталия для детей этого возраста, ну, это то же самое, что ухо, палец, доз. И если называть правильными словами, то вот этот процесс полового самоосознания мы можем просто направить. Мы можем проводить его в игровой форме, рассказывать о гигиене, рассказывать, что у женщины есть грудь, что у мальчика есть пенис, что называть все своими именами, понятиями, которые еще не оброслись для них цинизмом. Даже мы себе представить не можем, что так можно, так нужно. И мама должна сказать мальчику, что должен мыть пенис каждый день. А девочка должна знать, что ей надо подмываться каждый день. Она должна знать, что она подмывает, что у нее есть влагалище. Эти понятия у них, ну, совершенно искренние. И тогда они потом будут верить вам дальше в подростковом возрасте. А если сейчас вы будете вешать лапшу на уши, что вас принес аист, или там где-то там нашли в капусте, да никогда он потом к вам не обратится, не обратится, когда у него будут какие-то вопросы. А по результатам вот этого опроса, который я вам говорила в начале, достаточно большой процент, когда молодежь по вот этим вопросам полового просвещения обращается к родителям. Для меня это удивительно. Ну, действительно обращается. Вот, и если у вас в детстве нормальные отношения, то и подростки будут к вам обращаться. То есть дети этого возраста, они изучают себя очень искренне, без никакой пошлости. Поэтому можно называть все своими именами и просто как-то дать основные понятия. Я знаю, что в Германии во многих семьях папа, мама и дети ходят в баню, они голые, раздеты. Дети прямо с младенчества, вот в период полового самоосознания, от трех до пяти лет, они знают, что мама отличается от папы. У папы есть пенис, мама есть грудь и так далее, и тому подобное. Значит, ну, и возвращаемся к детскому саду. Воспитательница провела занятия, все, и, значит, дедушка забирает внучку из садика, они так идут торжественно домой, разговаривают, что вы кушали, какие у вас были занятия. Ну, и внучка говорит, ой, мы сегодня знаем, что вот мальчики отличаются от девочек, что девочки отличаются от мальчиков, что, дедушка, ты же мальчик, значит, у тебя есть пенис, покажи. Дедушка упал в обморок, пригнался в детский сад, ну, в общем, потом ему все объяснили. В общем, дедушка все понял, все хорошо. В детском саду гармонично идет развитие детей. Ой, извиняюсь, что ж такое, не туда. Да, сейчас. Следующий этап. Становление сексуальности. Сейчас мы к нему дойдем, я не туда нажала. Если первый этап с полутора до пяти лет. Почему с полутора до пяти? Потому что у каждого возраста, каждый человек индивидуален. У кого-то все сформировалось очень быстро, да? Кто-то в пять лет уже сформировался этап полового самоосознания, а кому-то еще нужно до семи лет бегать, в семь лет это там сформируется, да? Значит, период полового самоосознания. Я мальчик, я девочка. И, ну, подводим итог. Период полового самоосознания. Полтора-пять лет, я мальчик и девочка. В какие игры играют? В доктора. Если коротко, так, чтобы понял пятилетний Коля. От трех пяти до десяти двенадцати лет. Следующий период. Период формирования полуоролевого поведения. Вот это вот потрясающий период. Усваивает роли мужчины и роли женщины. И если этот период, ну, как-то негармонично, неграмотно прошел, очень потом тяжело человеку догонять все это. И, значит, если на первом этапе у нас была такая игра, как доктора, то здесь, на втором этапе, какая же коллеги, вы думаете, в какие игры играют, чтобы они освоили свои половые роли, гендерные? Как вы думаете, в какие игры играют дети вот в период формирования полуоролевого поведения? Развитие его сексуальности. Когда они усваивают роли мужчины и женщины? Дочки-матери, спасибо, Юля. Дочки-матери. А войнушки, когда мальчики отрабатывают там что-то свое. Но, кстати, по детям вообще можно просто увидеть четко, что у него в семье происходит. О, в семью. Елена, спасибо. Да, вот в семью. Например, там, у кого нормальные какие-то отношения в семье, там более-менее нормальные головы, казаки-разбойники. А у кого там кто-то приходит, говорит, а я папа, да, а я пришел с работы пьяный, я сейчас буду вас всех бить, или еще что-то. Один очень хороший психолог рассказывал потрясающий случай, который происходил у него в практике. Пришел мужчина с женой, с привязанной головой, психолог очень дорогой, очень известный в Киеве. Еле-еле там записались к ней на консультацию, долго ждали, пришли. Ну, она спрашивает, какие у вас проблемы, что произошло? У нас проблемы в семье. Как вы это поняли? Ну, когда она запустила мне в голову горшком, там какой-то они богатые люди очень, в каком-то фикусом, в каком-то глиняном очень большом горшке, разбила голову, он долго жил в больнице, они поняли, что у них какие-то в семье проблемы, и пришли к психологу на консультацию. Пришли вдвоем, психолог разговаривает с мужчиной, разговаривает с женщиной, понимает, что женщина просто неуменяемая, ну, просто с ней работать бесполезно. Она работает с мужчиной и говорит ему о том, что она и дальше будет вас бить, ну, там тяжелый случай. Вам нужно как-то или ее лечить, или просто с ней развестись и найти себе другую женщину, ну, тут выхода нет. Лечиться она не хочет, он говорит, нет-нет-нет-нет, я разводиться не собираюсь. Ну, говорит, выхода другого нет, ну, тогда любовница. А любовница у меня есть, и что? Она еще хуже. Это хоть разговаривает, а та сразу в дыню лупит. А, дорогая, значит, проблема у тебя. И когда она с ним начала разговаривать, то оказалось, что в период формирования, развития его сексуальности, во второй период формирования... Так, Юля, у меня пропал сигнал. У кого еще пропал сигнал? Всем слышно? Ага, все хорошо. Спасибо. Отлично. И вот Юле предложили обновить страничку, все, мы идем дальше. Так вот, когда период формирования полуролевого поведения, они разобрались, у него мама работала деканом в институте, папа в этом институте преподавал, а мама еще была парторгом, была очень властная, и у него отложилось в голове, что женщина – это тот, кто... Причем она, когда приходила с работы, она их там гоняла, загоняла под кровать, била, строила и все такое. Женщина – это та, которая властная, которая бьет, которая орет, которая ругает, которая загоняет под кровать. И вот если бы он даже 200 раз женился или там находил себе новую любовницу, каждая была бы еще хуже предыдущей. С ним пришлось долго работать, чтобы вот как раз он усвоил нормальные роли мужчины и женщины. Вот. А если в семье проблемы, чему может научиться ребенок? Он переносит свое неправильное поведение во двор, его не воспринимают сверстники. Как следствие, ребенок развивается с психоэмоциональными отклонениями. Поэтому... Поэтому это очень важный этап формирования полуролевого поведения. Сейчас очень много детей из неполных семей. Там нет папы, там... Или... Ну, есть дедушка, есть дядя, есть просто хороший друг. Пусть они смотрят, пусть они усваивают роли. Я знаю одну девочку, которая... Папа был алкоголик, но она общалась с подружкой, такая подружка из очень такой классической, очень грамотной, хорошей еврейской семьи, и она просто впитывала, каким должен быть мужчина, глядя на папу своей подружки. Тоже сработало. Сработало. Итак, переходим к самому сложному периоду. 10-12, 18-24, второе десятилетие жизни. Период определения, формирования психосексуальных ориентаций. Подростковый возраст, наш любимый. Так вот, кстати, я не сказала о том, что вот этот период формирования полуролевого поведения девочки и мальчики как-то могут играть вместе, но они очень любят играть отдельно. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками, потому что вот отработать свои роли социальные. А вот здесь вот уже, когда с 10-12, 18-24 период определения, формирования психосексуальных ориентаций, вот они тянутся друг к другу, им интересно вместе. Это потрясающий период. Как вы думаете, в какие игры играют в этом возрасте? Дмитрий, Ирина, Алена, Любовь, ваше мнение, Юлия, в какие игры играют вот в этом периоде? О, компьютерная. Да-да-да, это вот компьютерная, спасибо, Любовь, это как раз к этому самоиндентификации, но это мы на следующем вебинаре поговорим. Вопрос. Ухаживают. Надежда, спасибо. То есть видите, игры закончились. Здесь начались танцы, суровая правда жизни, ходят на свидания, флирт, началась взрослая жизнь. Они еще не взрослые, они еще подростки, но этот период, когда им интересно вместе, и формируется либидо, влечение. Научное название влечения противоположных полов либидо. Вот. И первые слезы, первые симпатии, первое разочарование, и вот здесь вот как раз начинается зона риска. И здесь мы должны очень хорошо поработать с подростками, чтобы сформировать у них ответственное отношение к своему здоровью, и сформировать у них, снизить риск, риски. И значит, игр уже никаких, уже суровая правда жизни. Одно время, сейчас его уже как-то недостаточно, был такой, лет 10 назад был потрясающий плакат, когда вот только начинались все вот эти наши проекты, и равные равному, и украино-канадский проект по формированию здорового образа жизни, где мы говорили, тогда еще эти понятия становились, мы говорили о сексуальной культуре, не о половом просвещении, а называли это словом сексуальная культура. Мы уже с вами проговорили о том, что более правильно и современно на сегодняшний момент говорить половое просвещение. Мы можем осуществлять половое просвещение. Вот. Так вот, тогда, тогда, что я хотела сказать? Сейчас, подождите. А, тогда был плакат, был такой плакат, значит, стоит девочка и мальчик, подростки, очень симпатичненькие, модненькие, крутенькие, такие, друг напротив друга, круто одеты, в джинсиках, в каких-то мальчиках, какие-то рубашечки, шапочки красивые, шарфики, и написано, эти джинсы мне дядя привез из Америки, а эту юбочку мне привезла тетя из Франции, а эту шапочку мне связала бабушка там по какой-то выкройке там супер-пупер-журнала, а это, значит, эти туфельки там мне купил папа, а это там то-то-то-то, и у девочки такой живот, нежелательная беременность, и написано, а это мы сделали сами. Такой был плакат. Значит, что? И влюбленность, и первые слезы, и разочарование, и риски. Так вот, мы должны понимать, что наш человек в этом возрасте, он взрослеющий, и он должен влюбляться, и влюбляться не единостой, и влюбляться много раз, и в этом возрасте появляются первые сексуальные фантазии, и это нормы. А мы иногда, когда это слышим, там ему что-то приснилось, о боже, что это? Это ужасно! Это вообще т-т-т-т-т-т-т. А на самом деле это очень важно, этот период очень важно проходить. и следующее, что я хотела вам сказать, что вот в это время, период определения формирования психосексуальных ориентаций, формируется либидо, влечение. Так вот, это влечение, оно формируется тоже, не сразу. И очень важно... Алло! Слайд, куда ты делся? Так, что ж такое, что ж такое? Пропало изображение. Помогите мне, пожалуйста, у меня пропало изображение. Что мне сделать? И вот как нельзя пойти сразу из первого класса в десятый, так же точно невозможно сформироваться половое влечение, там, допустим, от платонической мечты и фантазии потом к сексуальной фантазии. Обязательно еще должен быть такой этап, как эротические фантазии. Итак, компоненты полового влечения. Давайте еще раз повторим, чтобы было понятно пятилетнему Коле. третий этап развития сексуальности 10-12 лет, 18-24, период определения, то есть формирование психосексуальных ориентаций, наступает подростковый возраст, первые влюбленности, первые слезы, мальчики и девочки тянутся к друг другу, им интересно, вместе формируется либидо, влечение. Так вот, это влечение формируется постепенно, имеет три компонента, и они формируются постепенно, и очень важно пройти все компоненты полового влечения, платонический компонент, эротический компонент и сексуальный компонент. И вот формирование влечения начинается с платонического компонента. Значит, подросткам хочется общаться с девочками, мальчикам с девочками, девочкам с мальчиками дружить. Им достаточно просто находиться рядом. Я помню, когда рассказывали подростки, что значит она специально каждый день два раза в день ходила в булочную за батоном. Потому что в это время на спортивной площадке Андрей играл в футбол. И это было целое священное действие, потому что когда она шла в магазин за батонами и шла назад, она могла посмотреть на Андрея. И потом млеть до следующего утра, когда закончится занятие в школе, потому что Андрей учился в другой школе, она опять, он будет на спортивной площадке, она будет идти мимо. Одна моя знакомая девочка в селе, когда у нее вот этот, был этот подростковый возраст, приезжала летом к бабушке. И у бабушки была такая бочка большая для воды, и она целый день носила воду в эту бочку, чтобы типа поливать огород. А что жена ее носила? Потому что бочка находилась рядом с забором, а за забором жил мальчик, который ей очень нравился, Сережа. А Сережа в то время, как она носила воду в бочку, целый день во дворе чинил мотоцикл. И вот так вот это продолжалось несколько лет, пока они не поженились. То есть достаточно просто находиться рядом, разговаривать, ходить вместе в кино или на дискотеку. Очень часто, когда подростки переживают эту стадию формирования влечения, они очень говорят хорошие слова друг к другу человеку противоположного пола. Они хотят дружить вместе. Тоже одни ребята рассказывали, что когда у них была эта стадия, они встречались там все вечером на таком степке в селе, ну и там разговаривали, играли, и сформировалась парочка. И у них как раз начал формироваться вот этот платонический компонент либидо. Значит, они все там гоняют там в козыке-разбойнике у кулача еще что-то в колечко разговаривают, что-то смотрят. Эти сядут на скамейку, возьмут друг друга за руку и сидят. Сидят. Но, кстати, вот это когда сидят на скамейке, это уже больше формирование эротического компонента. Давайте так, следующий компонент эротический компонент, романтический. Влечение наполняет подростка новыми переживаниями. Появляется желание прикоснуться к объекту симпатии, обнять и поцеловать. То есть уже недостаточно видеть, как он там играет в футбол или там ты сидишь на задней парте, млеешь, смотришь ей в затылок и просто тебе больше ничего не надо. Да, тебе уже нужно прикоснуться, обнять, поцеловать. Первые танцы, первые какие-то поцелуйчики. Так вот эти вот наша парочка, которая на скамейке сидела, сядут, возьмут друга за руку и сидят. А скамейка была так поставлена, что впереди, в общем-то, была стена сарая побеленная. Сидят и часами в эту стену сарая втыкают. Что они там видят, а да им не важно, что там перед ними, они друг друга держат за руки. Вот. В это время подростки часто испытывают фантазии эротического содержания. И это полностью нормальное явление. И только потом, когда сформировался вот этот эротический компонент, когда уже сформирован платонический компонент, сформировался эротический компонент, формируется сексуальный компонент, юноша и девушка желают получать удовольствие от интимной близости. И я должна вам сказать о том, что формирование полового влечения у ребят заканчивается раньше, чем у девушек. И этим объясняется период гиперсексуальности у юношей. Считайте так, у мальчика первой эполюции, у него уже сформировался сексуальный компонент. То есть можно так, сейчас подождите, чтобы было видно, раз и все. А у девочек сексуальный компонент формируется очень долго. Они, кстати, на состоянии эротического компонента могут и до рождения ребенка первого находиться. Девочке что важно? Важно, чтобы ей говорили хрена, чтобы ее обнимали, целовали. У нее сексуальный компонент, чтобы сформировался, уходит длительное-длительное время. И потрясающий случай, живой и яркий пример. Закончила девчонка школу, закончила школу с золотой медалью. Родители купили ей путевку в крутой-крутой-крутой какой-то дом отдыха. Накупили... А, и она закончила школу с золотой медалью и поступила в институт. То есть они сразу по медали. И ей не нужно было никакие экзамены сдавать. В общем, они купили крутую путевку в крутой дом отдыха дорогущий и с тетей отправили туда отдыхать. Ну, понятно, ребенок умничка, ребенок поступил в институт, ребенку накупили кучу шмоток. Ну, и пробыла она там три дня. На четвертый день вместе с тетей в слезах они из этого крутого санатория вернулись. А что получилось? Девочка. Она находилась... У нее сексуальный компонент не сформирован. Оно... Вот, у девочек очень долго формируется сексуальный компонент, эротический компонент. Она одела короткую юбку, она красиво накрасилась. У нее там этот топик, вся грудь вывалена. Вместе с тетей прогуливается по набережной. А там куча мальчиков. Мальчики... Она им посмеялась, поулыбалась. Мальчики сначала первый день под окнами у нее там сидели, на второй день подрались под окнами, а на третий день два там таких красавца, которые там говорили с тех, кто подрались, приходят и говорят, значит так, давай определяйся, ты даешь ему или мне? Потому что, говорит, мы уже не будем друг друга убивать. Он говорит, я никому не собираюсь ничего давать. А что ты тогда так оделась? А что ты тогда в таких коротких юбках? А что ты тогда ходила по набережной? Короче, тетя за девочку и текать. Поэтому это девочки должны знать. И поэтому мы должны рассказывать нашим девочкам, что у мальчиков очень быстро формируется сексуальный компонент. И поэтому нечего удивляться, что потом тебя там куда-то потащили, если ты на танцах прижалась так, что вообще никак, или там сидишь у него на руках, или там еще что-то. Девочки, тоже обращайте на это внимание и ведите себя как-то так соответствующе, чтобы мальчикам же не было аж плохо. Так. Хорошо. И ой, извиняюсь. Сейчас, секундочку. Да что ж такое? Ага. И на что я хочу обратить ваше внимание? У нас еще есть несколько минуточек. Вот видите, даже есть такой слайд, что различия в сексуальности юношей и девушек. Еще раз, подводим итог. Для девушек в сексуальных отношениях гораздо важнее эмоциональный компонент, а для юношей телесный. В отличие от взрослых мужчин, которые вступают в сексуальные отношения обычно с теми, кто им нравится, подросток, включение которого не дифференцировано. Иногда начинают половую жизнь вовсе не с той девушкой, в которую влюблен. Девочки начинают созревать раньше, но при этом процесс созревания у них более продолжительный. И в то время, как девочки уже начинают влюбляться, у мальчиков еще чисто детские интересы там. А девочки их еще мало интересуют. Однако вот сексуальное влечение у мальчиков проявляется раньше, как я вам говорила, уже с первыми полюциями. И когда их сверхница находится еще на стадии эротического либидо. Поэтому девочки иногда вынуждены начинать половую жизнь, не испытывая в этом потребности, уступая мальчику, у которого уже развился сексуальный компонент. А это очень плохо. Елена Анатольевна Галацван рассказывала, что как-то в ее практике был такой случай, когда к ней обратилась молодая семейная пара, молоденькие, хорошенькие, 24-25 лет. Очень была серьезная у них проблема. Они хотели иметь детей, но у них не получалось нормальной интимной близости. А что произошло? Когда эта девочка приехала и поступила в пединститут, она жила в общежитии, такая хорошенькая, миленькая, ей было 18 лет, и на танцах в нее влюбился парень, можно сказать, мужчина постарше, ему уже было тогда около 30 лет. Он был богатый, с машиной, с квартирой. Она, понятно, предложила ее замуж, она выскочила без любви, ну, просто крутой же, машина, квартира, и все такое, вот что там, жить в общежитии. А у нее еще не сформировался этот сексуальный компонент, а это взрослый мужчина. И вот ей уже настолько была в тягость все эти интимные отношения, она просто сбежала от него, бросила квартиру, машину, все на свете, отучилась, закончила, пошла на работу, встретила этого своего парня, вышла за него замуж, а у нее там был такой стресс, вот когда у нее все начало сформироваться, что долго-долго пришлось сексологу работать с ними, чтобы у них уже были нормальные такие семейные и интимные отношения. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что на вот эти вот компоненты полового влечения, вот платонический, эротический, сексуальный компонент, это так должно быть. Что происходит сегодня? Сегодня очень много детей из семей СЖО, сложных жизненностей, много детей, которые вынуждены все свое время проводить на улице, и они не проходят идеально компоненты полового влечения, а с половинического компонента перескакивают на сексуальный компонент, потому что не хватает любви, внимания, общения, они не знают, как этого добиться, там и вот занимаются, как бы переходят к интимной близости. И оказывается, что потом этим людям ну очень тяжело в семейной жизни, потому что они пролетают вот этот вот романтический компонент, они не научились говорить друг другу хорошие слова, они не научились просто держать друг друга за руку, они не научились общаться, вот, поэтому очень важно научить детей, подростков разбивать вот эту романтическую сторону, там у нас даже есть такое упражнение, мы о нем будем говорить на следующем вебинаре, как показать свою любовь, ну, бессексуального компонента, а как показать свою любовь, там такие интересные дети пишут предложения, там, и сходить в кино, и подарить подарок, и там что-то еще, и это нормально, и это нужно уметь, вот эту романтическую сторону, нельзя, нельзя ее терять, обязательно ее нужно как бы помогать ребенку развивать, и в заключение у нас еще несколько минут, основные тезисы о проведении просветительских занятий с молодежью, ну, понятно, что не в той форме, как я вам рассказывала, не так детально, но эта информация очень важно использовать в своей просветительской работе, и вот как раз вот в этих в этих ссылках, что я вам дала, там как раз очень грамотно и спокойно написано в той форме, что можно доносить до подростка, обязательно посмотрите презентацию, вернитесь на ссылки, также мы приготовили вам три видеоролика без ссылок, а просто вам разошлет центр знаний, я принесла эти три видеоролика, один, значит, когда девочка взрослеет, о половом развитии девочки, вот, ну, его потом и мальчикам нужно показывать уже там, начиная с 15 лет, потом о строении репродуктивной системы, вообще о подростках и о том, как правильно подмываться, классные очень видеоролики, так вот, давайте еще раз в закреплении, вспомним, что часто девушки идут на интимные отношения из-за страха потерять любимого парня или из принуждения, такие половые отношения могут принести много дискомфорта, как физического, так и психического, подросткам необходимо говорить, что сексуальность может проявляться в отношениях между двумя полами в виде дружбы, влюбленности, любви. У Оксаны пропал голос, что ей нужно делать? Она не слышит, все остальные слышат, да? Значит, подросткам необходимо говорить, что сексуальность может проявляться в виде дружбы, влюбленности, любви, что молодым людям очень сложно осознать иногда, что они чувствуют друг друга, поэтому не нужно сразу переходить к сексуальным отношениям, а очень важно пройти эту романтическую сторону, что нужно научиться общаться, научиться проявлять свои чувства, хотя это сложно, но этому можно научиться. Ну, а ранние половые отношения это всегда ответственный шаг, интимные отношения должны строиться на доверии, на взаимном согласии, на откровенном диалоге, а когда мы не умеем друг с другом общаться, какой откровенный диалог? А когда мы не взяли ответственность за свое здоровье на себя, какой диалог, когда в дружественную клинику для молодежи пришла мама, папа с девочкой, мама, папа с мальчиком, там нежелательная беременность, там драка перед кабинетом врача, значит, это ваша девочка такая, а они, значит, это ваш мальчик такой, и сами дети друг на друга, это ты виноват, нет, это ты виновата, да, ты сам ответственен за свое здоровье, вот, и такой диалог предполагает проинформированность по вопросам последствий половых отношений, по рекомендациям врачей, вообще половая жизнь должна начинаться после наступления половой зрелости, в среднем это возраст где-то 18-20 лет, не, хотя возможно более раннее или позднее наступление половой зрелости, но это чисто индивидуально, и что забеременеть и выносить ребенка девушка может и до достижения половой зрелости, но что будет с ребенком, как она его будет воспитывать, для того, чтобы нормально родить ребенка необходима биологическая зрелость примерно 24 года, но и этого недостаточно, чтобы ребенок был желанным, его воспитание было гармоничным, нужно достичь социальной зрелости, что такое социальная зрелость, это способность принимать ответственность за себя, за свои поступки, а также принимать ответственность за ребенка, Ну и в заключение, что я хотела бы вам сказать, что работайте своими подростками, используя ваши знания и какие-то ваши чувства, вашу любовь к ним. Да, это давность, они такие, да, они приносят нам много хлопот, но мы им можем дать какие-то знания по половому просвещению, мы можем вызвать у них чувства, эмоции. Есть такие слова, автор неизвестен, люди забудут, что вы сказали, люди также забудут, что вы сделали, но они никогда не забудут, какие вы чувства у них вызвали. Я благодарна, например, своим педагогам, которые у меня вызвали, какие чувства до сих пор помню. Вот, и поэтому еще пару ссылочек, вот интересные ссылочки, план ОРХОА, там тоже есть интересная информация, там именно информация для подростков, они могут зайти в интернет и много для чего, для себя там найти. Вот, я планирую, что мы еще с вами поговорим конкретно кое-какие занятия сегментированные, как говорить с подростками, что там с ними делать в следующем вебинаре. Еще хочу раз напомнить, что на сайте Центра Знаний, сайт вот тут вот вверху, вы сможете увидеть какие программы дальнейших семинаров и на страничке Центра Знаний в Facebook. Вот, ну, наверное, все, спасибо вам большое, мне было интересно с вами работать, вы очень быстренько отвечали на мои вопросы, у вас интересные были ассоциации. Может, еще кто-то что-то хочет сказать, спросить, узнать, хотя уже... Ну, вам все было понятно? Так, спасибо, доступно, понятно, замечательно. Ждем еще. В записи будет этот вебинар. И, значит, всех, кто зарегистрировался, он будет в записи, и вам Центр Знаний обязательно разошлет... ...разошлет видеоролики. Смотрите, Лада написала, что... Спасибо за информацию, хотелось бы добавить, что в возрасте 1,5-3,5 лет может появиться детский анонизм, это нормально. Да, да, это нормально, и... Спасибо, Лада. Ну, что, коллеги, я очень долго готовилась к этому вебинару, очень переживала, потому что это очень серьезная тема, это очень важная тема. Я рада, что мы его провели, что мы участники. Всем здоровья, удачи, заходите на ссылочки, которые я вам показывала, смотрите видеоролики, и до следующей встречи. Мы уложились во время, уложились. А к записи... Как взять презентацию, ссылку, если вы...